На Биробиджанской ТЭЦ было горячо, жара добавил пожар. К счастью, условные спасатели энергетики провели совместные учения по ликвидации возгорания мазута. Какие дополнительные вводные поступали и удалось ли быстро выполнить поставленную задачу? Об этом Екатерина Старцева. В ходе ремонтных работ произошел пожар. Резервуар для хранения нефтепродуктов охвачен огнем. Одна из двух гигантских бочек загорелась. Тысяча кубометров мазута несет угрозу. Сигнализация не подвела. Источник обнаружен оперативно. Это легенда учений. Пытаются. Но, понятно сразу, сил одних только сотрудников ТЭЦ не хватит. Спецавтомобили прибыли через 7 минут после получения сигнала. Ранг пожара повышенный. Есть пострадавшие. Работник теплоцентрали без сознания. Незамедлительно его выносят из зоны условного ЧП. Необходимое снаряжение развернули оперативно. Несколько групп работают параллельно. Одни охлаждают водой соседнюю емкость, чтобы избежать ее возгорания. Другие тушат резервуар. Третьи уже облачаются в защитные костюмы. Они выдерживают до 800 градусов. В таких скафандрах огнеборцы максимально далеко заходят в зону высоких температур. На подмогу приходит и автолестница. Далее начинается этап пенного тушения. Белое покрывало за минуты, словно купол, накрывает цилиндр хранилища. Пожар локализован. Всего на учениях было задействовано 7 единиц техники и 30 человек личного состава. В ходе проведения учения персоналом объекта и пожарно-спасательными подразделениями были отработаны все необходимые действия по взаимодействию и по организации предотвращения аварийной ситуации. Главное – остановки технологического процесса, пусть и условной, избежать удалось. Заняли учения не больше часа. Екатерина Старцева, Иван Ольховой, Олег Векслер, Вести Биробиджан.